Всем привет! Большинство видов барбусов – рыбки среднего размера. Но и среди них встречаются свои малыши. Вишневый барбус, пожалуй, самый яркий и миролюбивый из них. Барбус вишневой – рыбка из семейства Карповые. Один из самых маленьких видов барбусов, размер которых не превышает 5 сантиметров. Эти нарядные рыбки миролюбивы, обладают яркой окраской и неприхотливы в содержании, поэтому могут быть рекомендованы начинающим аквариумистам. В то же время они нередко становятся жителями профессиональных акваскейпов и голландских аквариумов. Благодаря своему размеру рыбки не требуют больших объемов воды. Уход и содержание. Для содержания барбуса не понадобится аквариум большого объема. Учитывая, что содержать рыбок нужно стайками от 6 штук, будет достаточно и 50 литров. Очень важно заводить барбусов группами. Одиночное содержание негативно сказывается как на окраске рыбки, так и на ее здоровье. К тому же только в стае проявляются иерархические связи и характерное поведение, за которым будет интересно понаблюдать. Плавать рыбка предпочитает в средних и нижних слоях воды. Аквариум желательно оборудовать крышкой, чтобы рыбки не смогли выпрыгнуть, ведь барбусы славятся своей прыгучестью. Оформление для аквариума выбирается любое, однако наиболее эффектно вишневые барбусы будут смотреться с натуральными декорациями, имитирующими природные водоемы. На дно можно уложить песок или мелкую гальку. Обязательно установите пару натуральных коряк, которые позволят разделить аквариум на зоны и станут дополнительным убежищем. Очень важно, чтобы в аквариуме были островки с живыми растениями. В них пугливые рыбки смогут спрятаться в случае опасности. Хорошо подойдут длинностебельные виды – волеснерия, кабомба, элодея, криптокорины. Их лучше всего высадить вдоль стенок аквариума, а переднюю часть оставить для свободного плавания. Рыбки не любят яркий свет, поэтому его желательно приглушить с помощью плавающих водных растений. Для максимального комфорта барбусов аквариум должен быть оборудован фильтром и компрессором. Понадобится и терморегулятор, ведь этот вид любит воду с температурой не менее 22 градусов. Чтобы не накапливались продукты жизнедеятельности, необходимо регулярно раз в неделю подменивать до 30% воды. Совместимость Вишневый барбус – один из самых спокойных представителей рода, поэтому станет отличным выбором для общего аквариума. Наиболее подходящими соседями для него будут другие виды барбусов – скалярии, тернеции, гурами, мирные сомики, меченосцы, малинезии, даня. Кормление Вишневые барбусы относятся к всеядным рыбкам. Они поедают насекомых, личинок, червей и других мелких беспозвоночных. Не отказываются и от нежных частей водных растений. Очень часто предлагается кормить барбусов живыми и замороженными кормами, но стоит помнить, что это несет риск заражения аквариума опасными инфекциями. Размножение Справиться с размножением вишневого барбуса под силу даже новичку в аквариумистике. Для начала подбирается подходящая пара, это сделать нетрудно, ведь половые различия у рыбки хорошо выражены. Самки окрашены гораздо скромнее, имеют кремово-желтый цвет, немного крупнее и отличаются округлым брюшком. За неделю до предполагаемого нереста рыбок рассаживают и обильно кормят. В это время подготавливают нерестовый аквариум. Будет достаточно объема от 10 литров. Воду можно взять из общего аквариума и установить компрессор для аэрации. На дно укладывается сепараторная сетка и мелколиственные растения. Производителей помещают в аквариум вечером. Сам же нерест обычно происходит после восхода солнца. Для стимуляции нереста желательно поднять температуру воды до 28 градусов и сделать подмену воды. Плодовитость самки составляет до 300 икринок. Рыбки не проявляют заботы о потомстве и будут не прочь полакомиться своей икрой, поэтому после завершения нереста их лучше отсадить. В аквариум с икрой добавляется метиленовый синий, после чего его необходимо затенить. Инкубация длится двое суток, на третьи сутки после рассасывания желточного мешка, мальки переходят на самостоятельное питание. Рыбки растут очень быстро, необходима периодическая сортировка. Половая зрелость наступает в возрасте 6-8 месяцев. Всем спасибо за просмотр!